Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение первого послания апостола Павла Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 14 главу. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещевание и утешение. Первые три стиха, а мы с вами говорим о том, что апостол Павел начинает с 12 главы этого же послания говорить о дарах духовных. И мы видели, что в Коринфской церкви произошло не совсем здоровое понимание владения иностранными языками. И естественные знания иностранных языков они начали выдавать за то, что им якобы был дан дар святого духа. Почему коринфины знали много языков в этом городе? Я об этом говорил еще в самом начале, когда мы приступили к посланию, но сегодня напомню и повторю, что Коринф это был очень богатый город, торговый город, 6,5 километров между Игейским и Ионическим морями. И в Коринфе был аналог первой такой железной дороги. Там корабли подходили с одного края, товары перетаскивали по этой железной дороге на другой. А здесь, что меньше оплывать, это ветер ловить, это сколько времени. А здесь там достаточно много надо оплывать. И корабли из Ионического моря в Игейское перевозили одно. Одни товары загружались, а эти перевозили в другое. Поэтому город большой миграции, где множество иностранцев и жители города Коринфа знали от 8 до 12 и более языков. Поэтому, когда коринфяне стали христианами, то они услышали, что апостолы там в день Пятидесятницы приняли, на них сошел Дух Святой и приняли благодатью Святого Духа. И они заговорили на иностранных языках, которых ранее они не знали. Вот такой был дар для одной цели, о которой, говорил и снова повторю, чтобы свидетельствовать, как им Христос заповедовал даже до края земли. То есть проповедовать других народам, которые не знали языка, носителями которого были апостолы. Поэтому этот дар им дается. Ну, коринфяне это поняли по-своему. Они поняли, что сам дар — это уже какую-то дает особую привилегию. И они начали этим возвышаться. И поэтому естественное знание языков они стали выдавать за благодать Святого Духа. Некоторые из них получали тоже дар Святого Духа. Бог по-своему распределял этот дар. Возможно, Господь видел, что человеку, которому он давал этот дар, он лежит сесть на корабль, дай его куда-то поплыть, чтобы исполнить эту заповедь и быть проповедником Слова Божия. Но некоторые, оставаясь в общине, приходили и говорили пять слов по-парфянски, пять слов по-гречески, пять слов по-римски, пять слов по-египетски. Этим самым они как бы показывали, что вот у нас тоже есть эта благодать. И кичились этим. Поэтому апостолы их аккуратно так здесь поправляют в первых двух главах. В 12-13, а 14-й глава здесь уже таким звучать сейчас будет прямым упреком. Но есть один стих, на который надо обратить внимание. Это 14-1 Коринфянам 14-2. Этот стих часто используют и неопендесятники для того, чтобы ввести православных христиан в заблуждение и утверждать, что все-таки это какие-то новые языки, которые никто никогда не знал, никому не ведомые. Ну, еще и приписывать им ангельское происхождение. Вот как звучит этот стих. Я снова к нему вернусь. 1 Коринфянам 14-2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, заметьте, что здесь слово «незнакомый». Помните, я говорил сразу, в самом начале, начиная исследовать 12-ю главу. Кто ее не смотрел, я повторю, что есть три понятия языков, то есть иные, разные и новые. И вот мы встречаем. Но такое понятие, как незнакомый язык, его в Священном Писании не встречается. Заметьте, что здесь незнакомый стоит курсивом. Видите, в этом стихе незнакомый курсивом. В 4-м стихе незнакомый язык стоит курсивом. Где еще так? В 6-м стихе говорит на незнакомом языке. И так далее. Везде, где встречается, везде курсивом, курсивом и курсивом. Почему? Вот, например, 19-й стих незнакомый язык курсивом. Когда в Священном Писании пишется слово курсивом, это означает, что ни в одном кодексе оригинала, и оно не встречается. Это такое право имеют переводчики, и они поставили просто по смыслу. Ну, так им показалось для удобства прочтения. Это не вина переводчиков, они имеют на это право. Но для нас это замечание важно. Итак, снова. 1 Коринфянам 14, 2. Ибо кто говорит на, если убрать незнакомый, просто на языке, то есть на новом языке, или на разном, или на иностранном языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. Если кто-то зайдет к нам сейчас или в нашу студию, например, японец, или китаец, или даже немец, если мы не знаем их языков, то он, например, начнет молиться, говорить сказано, то есть молиться на немецком или на китайском, молитвой отче наш. Мы его поймем? Нет. А он будет понимать, что он говорит? Ну, конечно, это его родной язык. Он тайно будет общаться с Богом на своем родном языке. Вот и все. Не надо мистифицировать излишний этот текст, когда вот сектанты, ну, 50-ники делают на этом акцент, говорят, вот это новый, и он тайно, мы тайно, эти абракадабры, которые там произносят и изрыгают себя, говорим тайно, говорим с Богом. Весь даже контекст, начиная не случайно, начался с 12 главы, заостряю внимание вот на эту тему, и в 13 главе апостол Павел потихоньку подводит и говорит, что любовь выше всего, если даже языки ангельские вы обрели, да, самый главный дар. И самый главный дар здесь, он говорит, достигайте, ревнуйте о любви в первом стихе. Видите, как достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно в том, чтобы пророчествовать. Что такое пророчество? Это проповедовать, истолковывать слово Божие, то, чем мы с вами занимаемся здесь. Да, слово пророчество, это необязательно предсказывать. Пророк — это не всегда предсказатель, и даже далеко, и не всегда провидец. Пророк — это человек, который проповедует народу, и не только о будущем, но и о сегодняшем, и от имени Бога призывает народ к покаянию и его исправлению. Поэтому апостол говорит, здесь достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно чтобы пророчествовать. Кто говорит на незнакомом языке, тот наседает себя. Ну, действительно, если человек будет молиться, да, и говорить на незнакомом языке, он будет понимать, что он говорит, другие его понимать не будут. А кто пророчествует, тот наседает церковь. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, то есть чтобы у вас был у всех этот дар, но лучше, чтобы вы пророчествовали, то есть проповедовали, а не завышали этот дар языка как самого по себе, то есть не делали акцент на том, что вы знаете иностранный язык. Ибо пророчество превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получала назидание? То есть он говорит, если ты все-таки имеешь этот дар, и вот у тебя этот дар как-то проявился иностранных языков, то ты уж переведи для всех, чтобы было и всем понятно. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством или учением? Действительно, если апостол говорит, я получил этот дар иностранных языков и парфянский, и мидианский и прочие, но если я приду и просто буду выставлять свое знание и показывать вам знания этих иностранных языков, а вы их не знаете, то какая польза вам будет от этого моего знания иностранных языков? Одно кечение перед вами. И бездушные вещи, говорит апостол, издают звуки свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели и на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? То есть явное тут обличение всех этих новопедесятических харизматических явлений, говорения этими языками. Действительно, если это не члероотдельные звуки, кому они нужны, если свире будет играть непонятную гармонию, кто ее будет слушать? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, ну, почитайте повнимательнее, покажите этому самому большому сектантскому харизматическому движению. Ну вот он, девятый стих. Если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что говорите? Вы будете говорить на ветер. Да, действительно, ветрогоны, по-другому назвать нельзя. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одно из них нет без значения. Но если я разумею значение слов, то я для говорящего, не разумею значение слов, то я для говорящего кто? Чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Такое обличение апостола Павла видит со всех сторон, и так старается объяснить все их ложное понимание, дар языков иностранных. Так и вы, ревнуйте о дырах духовно, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. Не к своему такому экстазу и тому, как вот было такое явление в церкви, когда проникал в 2005 году, кстати, через различные там под предлогом таких каких-то там эффективных программ, внутри церкви проникала, я о нем как-то говорил, такая программа как Альфа-курс. Это явно харизматическое явление, которое, в общем-то, я связываю то, что вот в Свято-Техническом университете упразднился, скажем так, миссионерские факультеты именно с этим, потому что туда проникли люди, которые вместо богословия стали преподавать вот этот харизматизм и психологию. Всегда опасно, люди просто потом не пошли учиться на этот факультет, слава богу, что у нас, это, кстати, показатель, что у нас церковь еще трезвая и мыслящая, и понимающая, где действительно призываются люди к покаянии, к Богу, а где даются такие методики в угоду веку сему. Итак, ибо когда я молился на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, то ум мой остается без плода. Видите, если апостол Павел здесь уже говорит о другом явлении, которое действительно было, опять же, в Коринфе. Когда коринфяне, даже зная какие-то отрывки иностранных слов, не знали их значения, но, приходя, начинали их произносить. Опять кичась по своему неофитству и возвышаясь над братьев, что они тоже получили дар, как и апостолы. Ибо если ты будешь благоветь духом, то стоящий на месте простолюдин как скажет аминь при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь. А если даже ты понимаешь, что ты говоришь на иностранном языке, то простолюдин, то есть не случайно потребляется здесь это слово, то есть простолюдин, человек, не знающий иностранных языков. Он никак аминь не скажет, потому что он ничего не поймет. Ты хорошо благодаришь, но другое не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками. Апостол Павел, мы знаем, что он знал несколько языков, он был ученик Гамалиила, он знал евриты, греческие, римские, об этом есть свидетельство и в священном писании. Но в церкви лучше хочу сказать пять слов умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на языке, на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано, иными языками, иными устами будут говорить народу моему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. Итак, языки суть знамени не для верующих, а для неверующих. Видите, еще очень важное свидетельство, что язык это знамение не для верующих, а для неверующих. Почему? Потому что для неверующих иностранцев очень важно, когда, например, придет человек внешнего вида, скажем, русский, а будут, скажем, говорить на каком-нибудь эфиопском. И вот для эфиопа это будет, конечно, знамение, ничего себе, он знает мой язык, и тогда для него это будет таким чудом, которое сподвигнет его к покаянию. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли они, что вы беснуетесь? Точно. Но когда все пророчествуют, и войдя, кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми суется. Таким образом, тайны сердцевые обнаружатся, он падает вниз, поклоняясь Богу, скажет истинно с вами Богу. Итак, что же, братья, когда вы сходите, у каждого есть псалом или поучение, или язык, есть откровение, есть истолкование, все себе добудет к назиданию. Если кто говорит на языке незнакомым, говорите двое, трое или порознь, а другой пусть изъясняет. То есть, если действительно ты хочешь выразить свою мысль на иностранном языке и для иностранцев, то говорите порознь, они все вместе, как это происходит у харизматов. А один пусть истолковывает. О чем вы сказали, для того, чтобы было понятно всем, если другие, например, зашли к вам в собрание иностранца, и они не знают этого языка. Если же не будет истолкователя, то молчат в церкви. А говори себе и Богу. И пророки пусть говорят, двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. Видим, что апостол опять прибегает к этому методу рассуждения, он говорит, что во всем должен быть порядок. И духи пророческие послушны пророкам, видите. А харизматы говорят о том, что надо отключить разум, нужно дать волю эмоциям и сердцу, для того, чтобы дух мог проникать. Нет, апостол здесь утверждает, что духи пророческие послушны пророкам. Мы не верим в какое-то там оккультное автоматическое письмо или автоматическое говорение, когда отключается разум, и человек как медиум, он как проводник для того, чтобы через него мог там вещать какой-то дух. Мы знаем, если человек отключает разум, какой дух через него может вещать. Это духи называются духи злоподнебесных. У преподобного Макария Великого есть удивительное выражение. Он говорит, что дух святой, дух премудрости не может лишить человека разума. Запомните это. Дух святой, дух премудрости, дух святой не может лишить человека разума. Потому что Бог не есть Бог, не устройство, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Жены ваши в церквях домолчат, ибо непозволительно им говорить и быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они не хотят чему учиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. И прилично же не говорить, неприлично же не говорить в церкви. Это касается всего того, что мы сегодня наблюдаем на фоне, скажем, епископальной церкви, где женщина возводится и в священники, и даже в епископы. Это ненормально. И любая христианская православная семья, и любая женщина, христианка, здравомыслящая, она всегда радуется тому, что не ей самой нужно принимать какие-то ответственные решения. Вот я слышал неоднократно от благоразумных таких православных женщин, которые так и говорят, и не одну, и несколько, которые так и говорят, слава богу, что у меня муж христианин, он здравомыслящий, и если что-то надо будет решить, какой-то вопрос мне затрудительно, то есть у меня всегда, когда спросить, сложнее женщинам, у которых действительно мужья не верующие. Ну, а когда верующая семья, здесь, наверное, вопросов не уколонно, поэтому рассуждению апостола Павла возникать и не может. Далее апостол пишет, разве от вас вышло слово Божие, то есть он говорит, как бы назидание дает и женщинам, или до вас от них достигло. Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. То есть апостол говорит, не хочешь понимать, не хочешь рассуждать, не хочешь вникать, ну, свобода твоя. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Конечно, кто может запретить проповедовать слово Божие на иностранном языке. Только все должно быть благопристойно и чинно, чего как раз не хватает у 50-ников и аризоматических сектантов. Я неоднократно по своему миссионерскому служению был на таких сборищах, и действительно там о чинности, благопристойности и чинности говорить не то, что не приходится, но, наверное, даже просто о каком-то там, то, что даже нормы поведения, которые есть, по-моему, на рок-концертах, они иногда более приличны, чем то, что происходит там. Поэтому вот такая история, которая связана с языками. Мы видим, что апостол Павел начинает говорить о дарах духовных именно с 12 главы. С 13 главы он потихоньку подводит к этому, что дары различны, дух один и тот же, и все должно быть на пользу. И в 14 главе он уже явно исправляет Коринфскую церковь, говоря о том, что всякое кечение и возвышение себя каким-либо даром, и оно не нормально. И более того, он говорит, что самый высокий дар, к которому надо стремиться, это дар любви, а не к той методике, которую Христос, в общем-то, дал это говорение на иностранных языках, как метод передачи проповеди Божией. Не более того, язык — это инструмент, поэтому дается этот дар как передача главной заповеди «Любовь к Богу и любовь к ближнему». Но коринфяны, как мы видели, они неправильно воспринимали этот дар, который приводил их к гордости, и, в общем-то, то, о чем апостол Павел говорит, привело их к тому, что их собрания стали похожи на собрания харизматические, где он говорит, что заходит человек, и вы там говорите каждый, вразнобой друг друга перебиваете, кичаясь друг перед другом, и не скажет ли, как говорит апостол, что вы беснуетесь. Поэтому так, вот что касается этого вопроса, говорение на иных языках, говорение на разных языках, это не что иное, как языки иностранные, которые были даны апостолам в день Пятидесятницы, и о которых, кстати, Блаженный Августин пишет. Следующее, что станет ли кто из нас настолько развращенным, чтобы, если он крестит, когда его покрестят, и ему будет преподана благодать Святого Духа, и он не заговорит на иностранном языке, и станет ли кто-то из нас настолько развращенным, говорит Блаженный Августин, чтобы сказать, что он не принял печать дара двух цветах? Да не будет. Поэтому, как утверждают отцы церкви, что уже к третьему веку, начало четвертого века, языки, дар языков упразднился. И Дух Святой, изливаясь на людей при Таинстве Крещения, этот дар уже пропал. Почему? То есть упразднился. Почему? Потому что уже образовались национальные церкви, так называемые автокефальные, где люди, уверовавшие этих народов, сами уже проповедовали на их родных языках. И надобность в этом, как таковая, отпала. Поэтому так. Вот то, что касается этого ложного понимания говорения на иных языках, которые невнимательные, а может быть лукавые, читателей Священного Писания выдают за какой-то такой особый феномен сегодня, который проявляется в харизматическом движении, и возвышаются над другими, между прочим, считая себя даже элитой христианства. Это то, что я слышал от них, что вот получая эту абрукадабру, на которой они говорят, якобы выдавая ее за Крещение Святым Духом, якобы они самые крещеные и имеют эту благодать, а все остальные не имеют. Все это, казалось бы, так выглядит немного даже комично, но я вам скажу, вот я сказал о том, что есть это проникновение, и в православии была попытка в 2005 году проникновения этого альфа-курса, но она была еще и раньше, потому что своей задачей, например, в 1960 году и в 1980 году такие так называемые три волны пятидесятничества, есть эти документы, где харизматы, пятидесятники ставят главную задачу, это проникновение в традиционные конфессии, и, как они сами пишут, необходимо их реформировать, есть у них даже такой сленг, как взорвать изнутри, то есть они считают, что таким образом, привнеся вот этот дух заблуждения в отношении иных языков, они стремятся реформировать традиционные конфессии. Это им удавалось, в римокатолицизме есть целое такое движение, движение святого духа, римокатолические, харизматические церкви, как они их называют, собирают сотни тысяч поклонников. Ну, если кому-то интересна эта тема, могу сказать, что на сайте Азбука Веры есть моя работа, она называется «Харизматическая секта нового поколения», также есть и другая работа, организация методика «Лица отпавших от православия», и также есть в формате МП3 по сектоведению целый блок, который так и называется, сектоведение, там более подробно эти вопросы также рассматриваются. Но то, что мы сделали на экзегет, здесь необходимо было истолковывать по главам, может быть, здесь даже получилось еще и достаточно более подробно, и стих за стихом. Вот, пожалуй, на этом можно и завершить эту тему, которую, снова повторю, если кто-то начал смотреть с 14 главы, очень важно вернуться к 12 и 13, и эту тему рассмотреть в такой вот полноте для ясности и понимания этого вопроса о ложном говорении, о ложном даре, который понимают харизматы, о ложных дарах говорения на иных языках. Спаси Христос.